Все, когда говорят про ландшафтный дизайн, думают, что это история про сад. А это же в первую очередь организация пространства. То есть, где расположить террасу, где должна быть зона барбекю. Это не менее важно, чем где вы и какое посадите дерево. Пойдемте, может, поснимаем на террасе? Хорошо, пойдемте посмотрим нашу террасу и выпьем по чашечке кофе. Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую вас на канале Европланд Лайф. Сегодня мы продолжаем разговаривать с Ириной Макаровой. И на самом деле, может быть, мы начали в прошлый раз наш разговор с вашего сада. А на самом деле история его началась довольно давно. И вот этому журналу лет 13. И вы участвовали в конкурсе «Сады России». Русский сад. Русский сад. Русский сад. И заняли там... Главный приз, первое место. Главный приз, первое место. Давайте посмотрим вообще, с чего там начиналось, как он выглядел тогда у вас, уже 13 лет назад. Да. Это вот, кстати, мы участники награждения. А вот сад 2004 года. Вот это он. Начинался, да. В 2007 году. Это вот розарий наш начинался. Это туя, которая выросла сейчас уже. Ага, вот эта вот, которая сейчас огромная. Да, и вот эти маленькие туи, которые, видите, с чего начинали. Да. Вот и наш мостик. Пруд стал больше. Ну и как бы вот всё. Да, сейчас уже этой подпорной стеночки практически не видно. Она уже вся заросла растениями. Ну вот видно, да, что юный сад как растёт. Потому что на самом деле вот это интересно. Когда мы сажаем растения, мы сложно можем представить, во что они превратятся через 17-13 лет. Вы вообще рассчитывали на призовое место? Вот вы когда послали эти фотографии? Честно говоря, нет. Просто хотелось показать свой сад. Он ещё тогда был молодой, но вот уже розы были во всей своей красе. Было достаточно много роз. И я послала фотографии свои. В последний день возможного участия в конкурсе. И совершенно не рассчитывала. Ну, думаю, посмотрят, какой и у меня сад. Участвовало 220 участников со всей России. 220 садов. Поэтому даже было, ну как бы, не было уверено, что будет лучший сад. Но вот через какое-то время позвонили, сказали, приезжайте в Москву, вы заняли первое место, приезжайте за главным призом. Главный приз был культиватор, кайман с двигателями Subaru. То есть у меня до сих пор все друзья им пользуются, потому что... О, до сих пор работают? Да, конечно, конечно. Не смотрели. Да, вот целину, если вспахать, это вот как раз все обращаются к нам. Вот, так что память осталась об этом конкурсе. После этого конкурса меня пригласили в журнал «Загород Life». Это был журнал «Все о загородной жизни». Как сделать ручьи, опять же, у меня уже был ручей к тому времени, я писала там, как сделать ручей, как создать зимний сад и как его поддерживать, как создать в нем микроклимат, как сделать газон своими руками. И, в общем-то, альпийские горки, какие растения лучше выбирать для той или иной группы, или там для альпийской горки, или для розария, например, что-то. И, в общем-то, после этого мне захотелось систематизировать достаточно большой опыт в садоводстве мой, поэтому я пошла получить диплом ландшафтного дизайнера. Я закончила курс ландшафтного дизайна в Институте новых форм обучения. Сделала там проект. Проект был, кстати, новый сад. Как раз моя подруга купила участок, и вот мы сделали. Это мой дипломный проект у нее. До сих пор сад растет, и мне очень нравится, и хозяевам тоже нравится этот сад, поэтому вот тоже воплощение такое. Ну и, в общем, в журнале я проработала какое-то время, и потом он ушел в интернет-издание, но как бы сейчас уже его нет. Но память осталась. Вот смотрите, вот меня смущает название «Русский сад». Вы вообще свой сад считаете русским? Нет, я думаю, что русский сад, это имеется в виду сад именно России, потому что как такового русского сада еще сложно, в общем-то, наверное, создать. Еще в свое время приезжал к нам такой английский дизайнер Джон Брукс. И вот он тогда ездил по России и говорил, я хочу понять, что такое русский сад. Да. Вы как бы создаете японские сады, какие-то, да, вот средиземноморские. А что же такое русский сад? И вот он так и не понял, не решил еще, да, ну, в то время, что же такое русский сад. Вот, хотя он говорит, что больше нужно, опять же, опираться на растения вашей местности, что у вас лучше растет, что больше растет. Вот эти растения и привлекать в свой сад. Вот, ну, поэтому, может быть, это и есть какой-нибудь русский сад, который, может быть, компилирован, что-то взято лучшее из других садов. Но вот мой сад, вот такой. Ну, у нас практически история садов, она и историю страны нашей повторяет. Потому что в какой-то момент было утеряно все, создавалось соснов, потом опять случилась перестройка, опять все изменилось. И постепенно ушли георгины из садов. Практически ни у кого нет уже этих рудбейки и золотых шаров. Ну, вот со всем этим ассоциировались русские сады. Сирине, Колесникова, конечно, тоже было очень много. Вот сейчас пришли хвойные. У вас действительно, ну, коллекция-то очень большая хвойных. Вы в них тоже прямо, я смотрю, влюблены. Да. И, наверное, вот современный сад-то без хвойных не получается. Да, сад северо-запада без хвойных не получается. Потому что, действительно, у нас же в наших садах хвойные. В общем-то, и сосны, и ели, и лиственницы, и пихты где-то, в общем-то, встречаются. Поэтому мы их тоже привлекаем в свой сад. И это как бы поддержание, что ли, вот природного стиля. Но немножечко мы его облагораживаем. Вроде как немножко природу впускаем, но при этом и создаем еще какие-то акценты из более культурных растений, как бы более сортовых растений. Ну, у меня вот все время такое ощущение, когда особенно находишься на одной из ваших прекрасных террас, что я где-то сижу на острове Капри. Класс. Да, потому что, ну, конечно, все-таки, мне кажется, преобладает такой средиземноморский колорит. Вот, и вот эти вот, даже ваши вот эти вот туи, они такие немножечко, может, напоминают даже где-то Крым какой-то, может, Воронцовский дворец где-то, кажется, здесь. Может быть, дача Горбачева. Вот, что-то, что-то вот такое вообще совершенно нерусское. Удивительно, что мы находимся в Порошкино, да. И ты выходишь там по Рожкино, а здесь такая маленькая Италия, вот, местами с нотками английских садов. Вот, и от русского, от русского заимствованный ландшафт. Да, с красивым лесом мы обязательно, с вашего позволения, заберемся к вам повыше. Да. И снимем прекрасный вид, который открывается оттуда, потому что это же еще и вид. И где-то там такое ощущение, где-то еще и море должно быть. Должно быть, вот нам его не хватает. Да, оно прямо, вот сидишь, и оно как будто бы где-то есть. Ну, маленький прудик, поэтому имитация моря. Да, 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 журчащая вода, она, конечно, тоже вот придает такую вот атмосферу, создает микроклимат этот. Ну, вот ваш удивительный микроклимат. Это же невозможно воссоздать искусственно, чтобы действительно зимовали розы без укрытий, выросла трехметровая коника. Так, а если не ошибаюсь, это коника? Коника. Это вот те вот маленькие елочки, которые на Новый год продаются в магазинах, в стаканчиках. Да, совершенно верно. Ну, вот за 15 лет вырастает такая... Слушайте, ну, это один из самых капризных, наверное, хвойных растений. Как ни странно, здесь ему хорошо, вот, смотрите, просто, наверное, 2,5 метра уже ростом. Слушайте, ну, это вообще показательно, вот вы сами рискуете своим клиентам сажать коники? Да, если находится в полутени, а зимой, чтобы в глухой тени было. У нас здесь гараж, поэтому зимой солнце не поднимается высоко, я думаю, что за счет этого и не горит. То есть ни рододендроны, ни коники вы не укрываете? Нет, нет, нет. Вот, то есть никаких белых шалашиков у вас не стоит здесь? Нет. Ну, вот это, конечно, уникально. Опять же, нужно учитывать, что раз коника и рододендроны подгорают весной, вот обычно это февраль-март, то нужно сажать их так, чтобы чем-то, каким-то или строением было защищено именно в это время. У нас так удачно получилось, что у нас там строение гараж, в общем-то, закрывает солнце, февральское, мартовское, и поэтому растения не горят. К стейджам претензий нет, называются. Как у Райкина, пуговицы пришиты насмерть, не оторвешь. Хотелось бы, чтобы, да, и все остальное было на том же высоком уровне. Нет, тем более он есть. Потом позвони, скажи, у нас денег должны быть. Да, вот я про это говорю. Немножко рекламировали. Зеленый мир, это та рубрика, которую я вела в журнале. И вот наш сад, вот это наша маленькая туя была. Слушай, ну вот здесь, да, вот еще нет этой изгороди. Да, да, нет еще. Здесь выросла эта изгородь. Здесь такая сирень. Здесь береза была, мы убрали березы. И вот здесь была, сейчас у меня вот здесь вот маленький цветник. А раньше была по центру березы. И вот эта вот петля, вокруг нее проходила дорожка. Ну, от березы, так как, в общем-то, и листы очень много. Но самое главное, что ничего под ней не росло. Береза очень много влаги забирает. 600 литров в сутки она выпивает. Поэтому ничего невозможно было посадить. Я очень часто у людей спрашиваю, когда вижу березы, как вы вообще вот с березой-то существуете? Потому что я свою вырубил, и до сих пор я достаю корни огромные, которые там вот сохранились. Сколько у вас вообще всего занимает территория? 21 сотка. 21, и это еще с огородом, да? Это вместе с огородом. Да, а сад, наверное, получается где-то 14 соток. Вот как газон правильно сделать. Как ручей. Вот наш ручей был, когда без растений. Ах, это вот он так выглядел. Да, да, совершенно. Вот наша, посмотрите, с чего начиналась горная сосна. Всегда интересны вот эти маленькие лайфхаки. У каждого есть свое. Кто-то адепт веры в навоз. Вот навоз, навоз, навоз. У вас все-таки более такое минеральное подкормки преобладают. Я начинаю подкормки с конца марта, начала апреля. Еще даже кое-где может снег лежать. Я прям по снегу первую подкормку делаю карбамидом. Карбамиду важно именно по влажной земле, чтобы он быстрее растворился. Либо перед дождем, либо сразу после дождя, чтобы он хорошо растворим. Ну, карбамид, мочевина. Да, да, да. Просто вот две подкормки азотом, чтобы растения сразу набрались силы, чтобы у них была, значит, сила выйти из земли, чтобы были приросты большие, стебли, если надо, там, тюльпану или этим нарциссам, чтобы уже мощь была. Затем через месяц делаю полное минеральное удобрение, азофоска. Это азот фосфор калий в равных пропорциях, по 15, наверное. Следующий месяц, это уже июнь у нас получается, я уже больше акцент делаю на фосфорно-калийное удобрение. Азота совершенно уже не даю. У меня фосфорно-калийное и плюс бора. Вот бора фоска очень хорошо, она закладывает цветочные почки. Где-то уже в августе, в августе-сентябре, я начинаю больше фосфорным удобрением, чтобы подготовить постепенно растения к зиме. В общем, без навоза можно-то, на самом деле, прожить. Навоз только, наверное, для сада, для огорода. Большую огородную историю. Не очень люблю навоз, потому что бывает большое заражение всякой-всячиной, неизвестно, какие коровы, неизвестно, какие свиньи. Обычно много можно получить проблем с навозом, поэтому стараюсь не использовать, вообще не использую. Я люблю минеральные удобрения. Ну и тем не менее, у вас, смотрите, да, всё мощное. Сосна горная же, это же просто... Это один экземпляр. Один? Да, но она просто щипанная. Каждый год я её щипаю, чтобы она, в общем-то, не было больших приростов, и получается такой огромный вот ёжик, такой шар получается, да. Ну вот в прошлом году посадила два вида золотистой асоки. Одна прямо в воде у вас? Одну в воду, да, в качестве эксперимента. Асока же любит, как бы, в общем-то, вот такая вот в воде. А вторую здесь, и вот их две даже, видите, ей в земле хуже, чем в воде. В воде более прирост, хотя они одинаковые были. Ну, в общем-то, вот эксперимент тоже. Вообще, вот эту зону создаю жёлто-серебристую, жёлто-белую. Вот жёлтые и серебряные какие-то включения, дополнения из растений. Мне очень нравится жёлтый цвет, оно всё-таки солнечность. То есть не хлорозность, а солнечность несёт, для меня это солнечный цвет, да. Нет, вообще всё живое ещё за счёт того, что вы не фанатично увлекаетесь прополкой. У вас достаточно много сорняков, и я скажу, что они только украшают. Ну, во всяком случае, их особо не видно. Они так уже как-то ассимилировались с культурными растениями, поддерживают друг друга. И я вообще не фанат, честно говоря, всё до чистоты вытаскивать из сорняков. Это немножко такая английская тема сейчас новомодная, что мы как бы пришли в природу и немножечко дать природе войти в наш сад. В общем-то, до чистоты не удалять природные экземпляры, а сосуществовать. Нет, прекрасно, когда сад – это уголок всё-таки природы, они исключительно такой человеческий артефакт полностью, как бы, им обслужены. Если мы разрешим природе чуть похозяйничать у тебя в саду, как правило, какой-то катастрофы не произойдёт. Конечно, тем более мы у неё в гостях. Ну да. Поэтому она имеет право на это. Ну вот это здорово, конечно, когда можно собственный сад, вот так вот изучать его историю по журналам. Да, да, это вот, это я начинала, да, этот… Как зимний сад, в общем-то, создать и какие условия для него. Что такое арабатка? Это вот мы как раз съездили в Англию. Вот наша сосна, посмотрите, и наша открытая терраса была. Вот она какая была. Вы не побоялись посадить огромную сосну вплотную к дому? Это наоборот, скорее. Это мы дом посадили вплотную к сосне. Да, потому что мы, когда строили дом, у нас уже сосна была на участке. Она была, ну, чуть выше человеческого роста, наверное, метра два. Вот она такая была. Мы первое время даже её украшали вместо ёлки новогодними игрушками. И дом, в общем-то, притянули к ней. Терраса у нас была открытая с выходом к сосне рядышком. Но сосна за 17 лет уже выросла. Мы застеклили террасу. Теперь у нас, как бы, получается терраса вплотную к сосне получилась. Даже не знаю сейчас, как нам выходить из этой ситуации. И жалко сосну убирать, в общем-то, красавица высоченная. Зимний сад в летнем отпуске. Ты рассказываешь, что растения мы на улице будем-то выпускать. Ну, ваш зимний сад мы обязательно, Ирина, хотите или нет, обязательно приедем зимой. И вы нам дадите маленький мастер-класс о том, как можно без больших вложений создать, возможно, в собственном загородном доме. В квартире это, конечно, вряд ли получится реализовать. Маленький зимний сад. Так что продолжайте смотреть наш канал. Зимой мы вас удивим, вернувшись ещё раз в гости к Ирине. Спасибо вам огромное за вашу беседу, за ваше знание. Пожалуйста. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»